В России надо долго жить и как-то умудриться, Все время понемножку пить, но все-таки не спиться, И предпочтительнее врать, а также постараться Тихонько где-то воровать, но не провороваться. В России лучше бы молчать, а если уж приспичит, То просто громко закричать по волчьи или птичьи, А правда, ну ее к свиньям, будь вечно пьяным, Сытым, воруй и ври, и к ста годам ты станешь знаменитым. На плаху позднего раскаяния венке вины неискупленной Я то ли Авелем, то ли Каином склоняюсь мыслью воспаленной. Душа моя тысячелетия переходила в плоти с плоти, Сквозь казни, виселицы, плети и короны, троны, лавры, взлеты Жила то гневом, то любовью, но как недавно, Как отчаянно братавель, обливаясь кровью, Молила жизни брата Каина. Веками бездна нависает над нами черной хищной птицей, А я мучительно не знаю, я жертва или я убийца. Я сижу у фонтана в парке Пале-Рояль. Надо мной плывет облако, похожее на рояль, и парк, и фонтан, и аллея Тюильгири до боли напоминают окрестности Вереи. Там, правда, редко встретишь родственника Лумумбы, Зато красота и просторы, и даже клумбы, и не только с цветами, с картофелем и укропом. Скучно ездить, мой друг, по всяким Европам. Тут, несомненно, больше древней культуры, Нимф грудастых, Аполлонов голых скульптуры, Половина безруких или с проваленными носами, Хотя пионеры в наших вонтанах тоже не все с ногами. В Вереи, конечно, больше грязи и пьянства, Но есть и статуи, К примеру, Зои Космодемьянской. Да в селах наставлены с кепками Ильичи, Прямо против церквей, где освещаются куличи. Если каждого из них раздеть, как звезду, порно, Аполлонов лысых будет у нас по горло. И ничего, что Зоя на вид уж больно сердита, Скинь с нее одежонку. Вот вам наша советская Афродита. Я сижу у фонтана, Здесь сыро и малолюдно. Надо мной плывут облака, То в виде осла, то верблюда. Если смотреть только вверх, Кажется, будто ты на окраине Вереи, А глянешь кругом Аполлоны без носа, Нимфы грудастые, Аллеи тюильярии. Мальчик на велосипеде, Молодая мама, Все же ас дожил до веди, Пронесло над ямой. Сколько чистых душ Сгубили Г.П. урдалаки, Сколько кровушки попили У людей собаки, Слышал больше полувека Только буки-буки, А теперь чека ловека Взял бы на поруки, И в мечтах я по ночам бы, Да простят мне боги, Всем российским палачам бы, Как гебил бы ноги. Бессмертие души, Увы, не миновать, Перерождение вечны и зловещи, Плененному уму не суждено понять, Свободны в этом мире только вещи. А вещи все равно, Что станет с ней, Висеть в шкафу или стоять на полке, Скамья, бутыль, Сожги ее, разбей, Свободен дым, Свободны и осколки. Однажды ночью, Не в бреду и в яве, Откроется мне горестный реестр, Небесный прокурор его объявит Под похоронный траурный оркестр. Как оказалось, От начала света Я соучастник миллионов бед, Я вечно жил, Не ведая про это, И вот теперь за все Держу ответ, Меня не ждут ни почести, Ни лавры, Я не попал по возрасту на фронт, Из-за меня подохли динозавры И чудо-птичка под названием Дронт. Я виноват, что проклята Россия, Раб вечно величает палача, И что, не став я вовремя мессией, Не вызвал паралич у Ильича. Я виноват, что бешеный Везувий Спалил и Геркуланом, и Помпей, И что в начале сталинских безумий Не дал ему бокала с ядом. Пей! А был ли мальчик, Где скула Адама, Что пятикнижный археолог откопал? Была ли первая беременная дама, Чей первый сын Убийцей первым стал? Как хочется, чтоб были, Но изъяны в устройстве черепов У неких лиц Являют нам надбровья обезьяны И злобу узко сдвинутых глазниц. Подарки В какой-то вчерашней, позавчерашней, Советской, греческой, македонской, В какой-то нелепой, далекой, страшной жизни, Египетской, вавилонской, Меня убивали в лоб из флангов, Мечами, дротиками, стрелами, пикой, Но и я убивал. В смертоносных фалангах Я был впереди, И Александр Великий, мой бог, мой вождь, Потомок Геракла, Дарил мне золото и диаманты, А я боялся лишь яда или теракта, Особенно в Индии и в Самарканде. Или вот, я, верховный жрец в Древнем Египте, Умирая фараон, владыка вселенной, Дарит мне место в своей пирамиде. Пришлось сорок лет вскрывать себе вены, И как будто вчера я таскал пулемет в Испании, А потом в Кзеларде тачки с рудой В знойном июле умирал равнодушно, Без страха и паники, Получив от чекистов в подарок две пули. Ариадна, богиня, Какая ты все-таки дура! В тридцать седьмом отказаться от мира, Парижа и Лувра, Возвратиться в Москву, Прямо в лапы к Ежову, Попасть за решетку, Отсидеть восемь лет, Через год получить пожизненную путевку На бесплатный курорт в Заполярье, Тупой Туруханск, Заурядный, могильно-белесый, Бесхитростный Хамск, Где навечно запомнили каждый бес Или ангел, как смердели в нем Джукашвили и Гаухман Янкель. Ну а ты, наивный работник культуры, Голодный цыпленок, Будь один хоть там кинолюбитель, Осталось бы несколько пленок, Как писала ты лозунги Под сиянием северных кружев, Прославляя октябрь или май При пятидесятиградусной стуже. Ах, какая же все-таки гнутность, Какая надсада, Тлеть нежнейшей душой В лютом морге советского ада! И улетали гуси треугольниками, Как фронтовые письма с похоронками, И уходил последний пароход, С трудом сентябрьский, Раскалывая лед, Среди глухих снегов, 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 Среди от стужек, Как стекло деревьев, Средь бронированных Полупрозрачных льдов, Нехватки соли, хлеба, сил, поленьев, Стихов любви, тепла, цветов друзей И страстной жажды Каждодневного рассвета В полугодичном мраке Черных дней, В полугодичной сги Слепого света. Ведь ни разу даже мысли Не проснулась, Какая же ты дура, Что вернулась. И все-таки мечты Всегда ведут туда-туда, Против течения Енисея, Где, может быть, А вдруг, когда-нибудь, Ты повстречаешь Своего Тизея. А сколько дней ждала ты день, Когда в твоей груди Клубок кровавой нити Начнет разматываться И поможет выйти Тебе самой Из лабиринта льда. Уже два года Траурную речь Ты наизусть твердишь Под звуки гимна, А Енисей Все продолжает течь Величественно И противно. Поле надо пахать, Равнять, Боронить И еще удобрять. От человека Травить, Убивать, Хоронить, А потом Прославлять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...